В качестве среды разработки мы будем использовать пакет IntelliJID от компании JetBrains. Давайте посмотрим, как выглядит наш проект. Вот у нас есть один класс HelloWorld, в котором есть метод main, который вызывается снаружи. Здесь мы создаем новый экземпляр класса HelloWorld, и у него вызываем метод run. Смотрите, почему мы делаем именно так, а не пишем всю программу внутри метода main? Во-первых, метод main статический. Соответственно, все, что мы вызовем из метода main, тоже будет статическим. И все, что мы вызовем из тех методов, тоже должен быть статическим. Это некрасиво. Во-вторых, если мы делаем так, мы можем, например, два раза вызвать нашу программу и не бояться, что у нас не инициализируются какие-то переменные, потому что когда мы создаем заново объект HelloWorld, у него автоматически инициализируются все поля. В-третьих, смотрите, если мы так делаем, мы можем легко посчитать время работы программы. Давайте найдем текущее время до запуска программы и после нее. Это делается с помощью метода, который называется system.current.time.willес. Start.time. равно. И в конце также найдем время окончания работы программы. Теперь вычтем из второго времени первый и получим то, что надо. Вот мы видим, что программа HelloWorld работала за 0 миллисекунд. Действительно, вывести HelloWorld это очень быстро. Давайте, например, сделаем что-нибудь более долгое. Например, давайте добавим перед выводом HelloWorld цикл, который делает какое-нибудь безумное действие. Например, считает все числа до миллиарда. Он, например, вычтяет их сумму. Теперь, если мы запустим программу, то она отработает за 331 миллисекунду. Это примерно нормальное время для выполнения тысячи миллиарда операций. Ну вот мы изучили основные средства, которые мы будем использовать в течение курса. На этом наше вводное занятие заканчивается. В следующий раз мы займемся уже реальными задачами. До новых встреч!